Всем привет, дорогие девочки и мальчики, которые слушают. Кстати, меня без лицензионного права, но тем не менее разрешено. Вы знаете, сегодня я хочу поговорить, мальчики, кстати, про вас. Я хочу поговорить про вот это наше желание, вечное нравится мужчинам. И вы знаете, это такая бесконтрольная абсолютно история, потому что многие женщины готовы буквально на все для того, чтобы понравиться мужчине. Ничего уж там говорить, у каждой из нас периодически в голове возникает вот это состояние, нравится мужчине или наоборот, такая вторая крайность, ничего не буду делать, не буду ему нравиться, буду, не знаю, страшной. Или я ему докажу. Ну, в общем, мужчина становится неким таким центровым нашим персонажем, вокруг которого мы начинаем танцевать свои танцы с бубнами. Лично в моем окружении есть очень много разных девчонок. Их всех объединяет. Одно, они очень классные. Каждая по-своему, безусловно, но очень многие из них, ну, вот прям очень многие центром своей жизни, хотя бы на какой-то период делают мужчину. И вот одна из моих подруг, например, я знаю, что ты сейчас тебя узнаешь, она проходит разные тренинги. Тренинги, как понравиться мужчине, как соблазнить мужчину, как удержать мужчину. И это такая для меня вообще очень странная история, как покорить мужчину. И когда она мне дала нескольких экспертов посмотреть, и сказала мне, Колька, слушай, ну, ты бы могла на этой теме нормально зарабатывать, прям вот, прям ты не понимаешь, что стоят коучинги в этой теме. И я посмотрела парочку видео. И видео это там были, ну, там, типа, как у своего мужчины раздобыть, или там, как сделать, чтобы он подарил тебе дорогой подарок. Или как, если ты в отношениях, сказать ему, ну, что тебе там что-то нужно, да, какие-то денежки или какие-то тяточки. Ну, по природе моей, я думаю, заметно, что мне это не сильно свойственно, но видео я, конечно, посмотрела. И пару советов вняла. Например, что просить надо на коленях, на коленях, но не на коленях вот так вот, ну, а как бы на коленях, чтобы было удобно дотянуться до какого-то органа, который есть у мужчины, и в случае чего сладенько чмокнуть его. Ну, так, так он лучше соглашается, котик или зайка. И вы знаете, конечно же, на тренинге обещают, что меня научат, как правильно чмокнуть этот орган, чтобы точно не отказал. На тренингах обещают на таких, через сколько девочки, которые пойдут в личный коучинг, обязательно, это обязательно условие, кстати, через сколько они смогут получить квартиру, машину. Ну, кстати, про рынок говорят российский. Может, на украинском не раздают. Хотела бы пошутить, да, в данный момент на тему шутить не буду. Ну, в общем, честно вам скажу, что данный контент повергает меня попросту в шок. Но дело даже не в том, что огромное количество людей зарабатывает на этом бешеные деньги, огромное количество женщин проходит эти тренинги, и некоторых даже эта вся темка работает, и они становятся обладательницами шикарных квартир, автомобилей, и, я думаю, еще прочего количества всякого говна. Потому что то, что творится психологически с человеком при таких раскладах, для меня просто страшно представить. Но все-таки давайте вернемся в эту тему, почему, я думаю, на одном видео мы не остановимся, почему женщина танцует такие танцы с бурном для того, чтобы заполучить мужика. С каких таких это пор мужчина превратился в такую диковинную какую-то творынку, которую нужно заполучить и обязательно удержать? Я бы здесь разделила некоторые понятия. То есть первое, конечно же, то, что очевидно, это то, что мужчину рассматривают как носителя денег. То есть если у него много денег, он хороший носитель, то этого носителя нужно заполучить себе. Причем женщинам часто не суть важна, как он выглядит, как он ведет себя с ней, потому что кнут и пряник у таких мужчин 100% работает. Если вы когда-то смотрели ужасное интервью, я надеюсь, вы не смотрели, то узнаете о том, что у многих мужчин при большом количестве денег, реально большом, появляются свои ответвления в голове. Например, они могут выбивать зубы своей женщине и делают другие всякие вещи. Я вам скажу так. Я конкретно с такими девушками не знакома, но я знакома с приличными семьянинами и их женами, которые при разводах, например, творили безумнейшие вещи, оставляя свою женщину вообще голой. Вот просто прям вообще. То есть вот просто под зад давая ей ногой, при том, что она могла с ним прожиться в 20 лет. То есть такие случаи я тоже знаю. Поэтому для меня вообще вот этот весь рынок отношений весьма странный. И первое, с чего бы я хотела вообще начать, это откуда на 25-й минуте я начала. Откуда вообще у женщины такое сильное желание передать полностью все правление и все управление, весь контроль в руки другого человека, сделать кого-то другого ответственным за это и посвятить свою жизнь тому, чтобы соблазнить, удовлетворить, привлечь. Вот это прекрасное слово, привлечь того, кто управляет ее жизнью. То есть сначала я как бы отдаю тебе все свои деньги, условно, все, не знаю, там, ключ от своих органов, я тебе передала, потом я тебя ищу, мне еще тебя надо найти, соблазнить для того, чтобы ты был рядом, вот этот хранитель всего. Вот по сути это выглядит вот так. То есть вместо того, чтобы заниматься собой, развивать себя, развивать все вот эти свои ключики, которые у меня есть, строить свою карьеру, не знаю, заниматься с собой, дружить, путешествовать, быть классной, офигенной, такой, как я рождена вообще, вот по праву своего рождения могу быть, я вместо этого ментально прежде всего передаю это, я говорю, нет, нет, я так, нет, нет, это все мой бог будет управлять, я не буду ничего делать, я буду хрупкой, беззащитной женщиной, нихера не умеющей, ничего не знающей, да, там, кое-как выживающей и ждущей своего бога, которому я буду чего-то там отчмокивать. Ну, согласитесь, вот, вот просто спросите себя, по факту у большинства женщин, пусть я сейчас утрировала эту ситуацию, выглядит приблизительно так, потому что я ищу мужчину, который будет решать все мои проблемы, а не думали ли вы, что при таком раскладе этот мужчина и станет вашей главной проблемой? В следующем видео мы с вами поговорим об этом, а пока обязательно оставьте комментарий, что вы по этому поводу думаете, как вам вообще темка, ну, подбрасывайте, давайте дровишек, чтобы наш с вами контентик и наше общение было максимально интересным. И помните, что навык думать, размышлять, анализировать, управлять своей жизнью мы прекрасно с вами можем и будем развивать. Субтитры создавал DimaTorzok